Что было самым шокирующим, что вы слышали от тихого ребенка? Привет, ребят! Спасибо, что откликнулись на мою просьбу в прошлом ролике. Ну что, давайте здесь с каждого по комменту длиннее четырех слов. Вы правда очень помогаете моему каналу, спасибо вам. Всем приятного просмотра, а я начинаю. Ничего, это был Чо Син Хи, стрелок из Вирджинии, можете загуглить. Позвольте мне объяснить, я ходил на занятия к одному преподу. Класс назывался «Современный ужас». Это был одноразовый факультатив, предложенный моим любимым профессором. Мы читали романы ужасов, смотрели фильмы ужасов и обсуждали искусство создания страшных историй. А также то, как они отражают или представляют страхи своей эпохи. Это был отличный урок. Там было всего около 15 студентов, и всем нравилась эта пара. Чо был одним из них. Честно говоря, я никогда не замечал его даже в этом маленьком классе до середины семестра. Он не был тихим, он просто молчал. Поэтому в тот день, когда мы все наконец заметили его, наш профессор спросил его о чем-то, прямо обратившись к нему. А Чо просто смотрел на него. Я не могу вспомнить вопрос. Но природа его означала, что молчание было потенциально приемлемым и забавным ответом. И мы все рассмеялись, кроме Чо. Он просто продолжал смотреть на нашего профессора. Наш смех неловко затих. И после нескольких минут неловкого молчания наш профессор просто сказал «Окей» и пошел дальше. Это было так странно. Но я забыл об этом странном моменте, пока не случилось следующее. Этот профессор позже сказал мне, что Чо постоянно писал супер странные вещи в своих тетрадках. Но профессор списывал это все на тематику пары. Этот профессор был хорошим человеком, и он признался, что боролся с тем, чтобы не винить себя на каком-то уровне за то, что... Первое. Не определил, насколько серьезными были проблемы психического здоровья Чо. И второе. За графическую и ужасную природу некоторых фильмов, которые мы наблюдали в этом классе, что, возможно, вдохновило Чо. Он знал, что это чушь собачья, но какая-то часть его не могла не чувствовать себя виноватым. Это было ужасно грустно. Я был лучшим другом с тихим ребенком в средней школе. Это было не столько шоком, сколько самой глупой вещью, которую я от него слышал. В один момент весь класс уставился на него, а он не придумал ничего лучше, чем сказать. Я не могу вспомнить, какого цвета моя собака. В старших классах была одна очень тихая девочка по имени Грейс. Она была приятным человеком, но не сказала бы ничего, кроме привет или извините, если бы вы спросили ее о чем-то. Но даже тогда она выглядела напуганной. Это было на выпускном. Я была на парковке того места, где мы проводили выпускной. Я потеряла свои линзы, и мне пришлось бежать к своей машине, чтобы взять очки. На парковке Грейс улыбалась и выходила из машины. Она посмотрела на меня, рассмеялась и сказала, «Райан!» Ее кавалер на выпускном только что жестко отымел меня в машине. Я и по сей день ржу над этим. Играя в регби, Хукер полностью терпит неудачу в линии выхода. Кто-то шутливо кричит, кто-нибудь знает хороших женщин легкого поведения, чтобы заменить Патрика. Самый тихий парень в команде никогда не слышал, чтобы он что-то говорил. Может, мама Патрика сможет помочь. Мы все упали на пол от смеха. Однажды этот ребенок, который едва ли сказал два слова, спрашивает учителя о времени. Это было на каком-то внеклассном мероприятии, и там не было часов. Учительница говорит классическое «пора тебе обзавестись часами», что почему-то было смешно всем остальным. Тихий ребенок не смеется. Он смотрит учителю прямо в глаза, и как только все успокоились, он говорит, «Так ты скажешь мне гребанное время или как?» Мы учились в седьмом классе. Один из моих студентов почти не произнес ни слова за весь год. Пока пару недель назад я не попытался взять под контроль группу болтливых студентов, но у меня не особо получалось. Но кажется, она нашла способ, и тут она кричит. «Заткнитесь, б***ь!» «Я пытаюсь работать, вы гребаные засранцы!» Последовало неловкое молчание, потому что я не знал, как справиться с обычно прилежным и тихим человеком, который только что выкрикнул такое. Это было, когда я был в моем первом семестре колледжа два года назад. Там была одна девушка, которая никогда не говорила ни слова. Учитель задавал ей вопросы, но она не произносила ни слова. Честно говоря, я не помню, чтобы она издавала хоть какой-то звук. Однажды учитель расстроился, он почувствовал, что она игнорирует его, и что она ведет себя неуважительно. Поэтому он, как мудак, сказал, «Тебе никто не учил говорить!» Она встала, подошла к доске, схватила фломастер и написала, «Я не Майя, ты тупой уб***к!» По-видимому, никто никогда не говорил учителю, что у нее есть инвалидность. Мы отдыхали в баре в Праге. И кто-то скатал немного травяного масла и табака и пустил его по кругу. Тихий чел, который был с нами, подкурил его и стал еще тише. 20 минут спустя в баре заиграл какой-то агрессивный, рычащий бэк-металл. И из ниоткуда наш тихий чел кричит, «Убей своих родителей!» Мы упали со смеху, он был вполне доволен собой. Тихий мальчик из моего класса однажды встал, схватил метлу, встал на стул и начал пытаться прихлопнуть пчел, которые попали внутрь. Одна пчела приземлилась на окно, где тихий ребенок продолжал кричать, «Сдохни, сдохни!» А затем ударил и разбил окно. Он взвизгнул, когда это произошло, и снова сел. Больше я никогда не слышал его голоса. Вау, буквально этот вопрос пришел в идеальное время. Я как раз думал об этом, и это было на втором курсе средней школы. Этот парень был настолько странным, что, честно говоря, никто никогда не обращал на него внимания. Но однажды он сидит напротив меня за столиком и видит одну девушку в очень узких шортах и выдает. Черт возьми, я бы мог засунуть голову ей в задницу на несколько месяцев. Это было довольно шокирующе. В моем классе была одна тихая девочка, и она никогда ничего не говорила. Это было примерно в третьем или четвертом классе. Но я всегда пытался заставить ее говорить. Я был бы милым, например, когда у нее не было бумаги в папке. Я бы заметил и дал ей немного, прежде чем она сможет спросить. Когда она искала в сумочке карандаш, я дал ей еще один, который у меня был. Поднимал карандаш, когда она его уронила и так далее. Затем за обедом один ребенок придрался ко мне. Тогда я был невысоким, слабым и очень эмоциональным. Она появилась из ниоткуда и сказала парню. Я даю тебе три секунды, чтобы уйти. Я был ошеломлен, потому что это были первые слова, которые я услышал от нее. Парень дал мне пощечину, и после этого она нанесла ему прямой удар по яйцам. Я был польщен, но в то же время шокирован, что она вообще хоть что-то сказала. После этого она больше ничего не говорила, но я поблагодарил ее. В детском саду был один ребенок, Донателло, и он никогда не говорил ни слова. Он был достаточно мил, играл в игры и все такое, но совершенно молчалив. Однажды мы смотрели в окно классной комнаты, когда мимо проезжал полицейский. Донателло открывает рот и говорит, о, мусора проехали. Этот придурок, который постоянно ссорился с людьми, был в одном ряду с тихим ребенком. Тихий парень немного набрал лишний вес, поэтому когда он подходит к буфетчице и берет свои куриные наггетсы, придурок говорит, тебе не нужны лишние наггетсы, большой парень. Тихий ребенок из ниоткуда просто начинает разглагольствовать. Нет, меня все устраивает, но что ты собираешься делать в эти выходные? Ты хочешь потусоваться, перекусить, может быть с кем-то переспать? Мне нравится быть сверху, а тебе походу больше нравится быть снизу. Так что скажешь, хочешь перепихнуться сегодня вечером? Воцарилась мертвая тишина. Придурок начинает злиться и вести себя так, как будто он собирается начать драку. А тихий ребенок говорит, ты же можешь быть нормальным ребенком. Понятия не имею, был ли тихий парень геем. Или он просто знал, что даже шутливое предположение, что этот придурок гомосексуалист расстроит его больше всего на свете. Но я точно знаю, что он вышел из очереди со своими восхитительными куриными наггетсами и огромной улыбкой на лице. В средней школе у тихого паренька Стивена был заклятый соперник Робби. На уроках Робби всегда оказывался в центре их маленьких потасовок. В основном потому, что Стивен не мог дать ему достойный отпор. Он просто игнорил его и позволил Робби выкрикивать свои оскорбления, пока не вмешался учитель. Однажды я шел за Робби после урока, и Стивен тихонько подкрался к нему сзади. Прежде чем Робби успел обернуться, он подошел как можно ближе и сказал, «Если я войду в твой дом и убью тебя, пока ты спишь, сомневаюсь, что кто-нибудь вообще заметит». Затем он исчез в темноте ночного коридора. Я не помню точных слов, но это было чертовски странно. Я был примерно на 55% шокирован, на 30% истерически смеялся внутри и на 15% был напуган. Робби больше никогда не смеялся над стариной Стиви. Я был тихим ребенком, так что там есть изрядная доля избалованных, привилегированных детей. Хотя большинство людей довольно милы, но есть доля дринных людей. Я был на уроке английского языка, который является одним из моих любимых, за исключением того, что у меня действительно нет друзей в классе. Я приучил себя ничего не говорить, потому что когда я это делал, надо мной постоянно подшучивали в ответ. Учительница была милой, молодой, симпатичной англичанкой, которая тоже училась в частной школе, так что она привыкла к хорошим детям. К ее радости мой класс именно такой. Единственное отрицательное качество большинства студентов – это жалобы на совершенно бессмысленные вещи. В самом начале года, когда у нее еще сложилось впечатление, что мы все – благовоспитанные, однообразные юноши и девушки, во время викторины одна случайная девушка решила начать ныть об аналогиях. Поймите, это такой класс, где разговоры во время викторин социально приемлемы, потому что понятно, что никто не жульничает, или достаточно глуп, чтобы жульничать прямо, спрашивая людей об ответе. Мне уже порядком надоели эти жалобы, поэтому когда она закончила свою тираду об аналогиях, я вытащил старую строчку из Дэйва Барри, тем самым навсегда разрушив благодатное состояние моего класса. И именно поэтому я начал употреблять героин. В то время я думал, что это будет довольно весело, но вместо этого класс просто уставился на меня, и потрясенный учитель, казалось, не мог найти слов, чтобы хоть что-то сказать. Никто в классе толком не знал меня, так что у них не было причин полагать, что я шучу. До конца года никто не жаловался на аналогии. Мы сидели в, кажется, пятом классе. Мой друг сделал презентацию об Эминеме. Он говорил о том, что он в детстве жил в трейлере. А тихий студент встает и говорит, совсем как ты, и просит сходить в туалет. Никто ничего не понял из того, что только что произошло. Мы живем в Северной Европе, здесь практически никто не живет в трейлере. И мой друг, собственно, тоже не жил в нем. Спасибо, что досмотрели ролик до самого конца. Не забывай писать любой коммент длиннее четырех слов, ставить лайк и подписываться на канал. А также предлагаю посмотреть тебе вот эти два ролика. Спасибо за поддержку и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok